Это уникальная площадка, на которой ты можешь пообщаться и с представителями вендора, и с регуляторами, и с коллегами, и с конкурентами, и с потенциальными заказчиками. Это привлечение новых проектов, поиск новых направлений деятельности, ну и развитие компании в целом. Действительно, общение с регуляторами, когда в одном месте ты можешь с ними, может быть, сразу со всеми поговорить, при этом будут и коллеги, и вендоры, и заказчики, и все выскажут свое мнение. Наша компания выступает руководитель направления анализа защищенности Дмитрий Колышкин, расскажет о практиках проведения пентестов и киберучений. Второе выступление, такое злободневное, про социальную инженерию, которую уже не раз упоминали здесь на форуме, да, продемонстрирован фишинг со стороны нападающего, да, раскрыты, может быть, некоторые моменты любопытные. Финансовая сфера и информационно-безопасность в финансовой сфере, она изначально была достаточно сильно зарегулирована, а в последние десятилетия у нас вышел ФЗС-161 на национальной платежной системе, это и подзаконные акты к нему. Появился ГОСТ-57-580, который регулирует процесс информационной безопасности в финансовых организациях. И положение Банка России по безопасной разработке финансовых приложений. Для финансовых организаций более стало понятно, да, каким образом они могут обеспечивать уровень ИБ, какой он должен быть, какой он для них должен быть достаточным. Я считаю, что это прорыв, и в этом мы, наверное, даже опередили ряд западных стран. Регуляторная составляющая, я думаю, также продолжит уточняться, да, ну, это как бы жизнь, и процессы меняются, и регуляторная составляющая должна соответствующей идти. Мне кажется, отрасль будет больше переходить в облака, в виртуальную инфраструктуру. Процессы, связанные с построением соков или соков как сервиса, будут плотнее или серьезнее входить в деятельность финансовых организаций. Сейчас общая тенденция к внедрению искусственного интеллекта, да, и вообще, как бы, в IT-индустрии и в информационной безопасности в том числе. Что подразумевается под этим? Это своего рода автоматизация процессов реагирования, процессов обнаружения аномалий и в трафике, и в поведении пользователей и прочего. Построение виртуальных инфраструктур и обеспечение их информационной безопасности – это тоже, наверное, один из трендов. Мы можем похвастаться законченным проектом в одном из банков из списка ТОП-10, когда мы закрыли каналы передачи между всеми региональными подразделениями офисами, да, с помощью российских криптоалгоритмов. Проект был длительный, сложный, сложный с точки зрения решения, которое было подобрано. Вендор с такой инфраструктурой никогда не сталкивался. Для него это был новый подход, да, который на лету вместе с вендором был проработан и опробован, который, в принципе, доказал свое право на жизнь, и он достаточно эффективный. Сейчас мы можем сказать, что заказчик доволен, да, мы не вносим никаких задержек в его деятельность, не вносим проблем, но при этом уровень информационной безопасности, а именно защита каналов между удаленными подразделениями, филиалами, обеспечен достаточно высоким уровнем. Мы, скорее всего, будем это оформлять в некое типовое решение, да, с поддержкой того же вендора, ну и будем по мере возможности предлагать своим заказчикам его, основываясь на этот достаточно, ну, позитивный опыт, но который нам дался сложно. Проект длился несколько лет. Редактор субтитров А.Семкин